Самого счастливого, самого умопомрачительного, самого сногсшибательного вам, друзья, успеха! Сегодня суббота, хочется максимально отдохнуть, максимально провести время с семьей, уделить время самым любимым вашим делам и, конечно же, зарядиться и подготовиться на следующую предстоящую крутую неделю. Она у каждого будет крутой, настолько, насколько вы себе это позволите. Меня зовут Дмитрий. Каждый день становимся лучше, успешнее, выносливее, здоровее, счастливее. Все в себе объединяем, разбираем свои бедные мозги и собираем их богатыми. И сегодня я зажгу на тему цена слова. Вот на такую тему я зажгу, не переключайте сейчас зарядочка и только вперед. Поехали! Сейчас очень красиво в лесу. Еще есть дымка падает, опускается туман, так как сейчас я слышу капель, идет капли, снег тает, где-то может даже плюс один. Вот. Ветра нет, но результат виден от ветра, который был, прямо с этой стороны он в ту сторону дул и наметал, короче, следы на деревьях. Давайте посмотрим, как это выглядит, как красиво смотрятся деревья с белыми полосками от снега, которые просто приликнут к этому дереву. Слышите? Это не похоже на жаворонка. Состояние сверхъестественное. Ну что, насладились красотой, воодушевились и пора браться за дело. Цена слова. О чем она говорит? Вот эта фраза. Цена слова. Об ответственности. Об решительности. И, конечно же, она говорит о действиях. Она говорит о действиях. Когда ты повышаешь свою ответственность, когда ты становишься решительным, ты начинаешь действовать. И просто подумай, что на кону. Что у тебя на кону, если это ты не сделаешь? То есть, ты поставил себе слово. Ты поставил себе цену слова. Насколько высока ценность того, к чему ты хочешь прийти? Насколько высока ответственность за то, что ты хочешь достичь? Что лежит в истоках? Когда ты это ответишь на вопрос себе, ты поймешь, зачем тебе это. Зачем тебе идти и иметь то, что ты хочешь? Для чего? Получить частичку счастья. Супер. А зачем тебе это счастье? Затем, чтобы поделиться с другими. А зачем тебе делиться с другими? Для того, чтобы других делать счастливее. А зачем тебе других делать счастливее? Для признания. А зачем тебе признание? Зачем тебе признание? Зачем ты хочешь, чтобы тебя признавали? Ответь на этот вопрос. И это будет ответ, не до чего тебе. Давайте сейчас попробуем разобрать, для чего нам нужно признание. Чтобы чувствовать значимость. Чтобы чувствовать удовлетворение и удовольствие от того, что ты можешь нести пользу людям в этом мире. Ты можешь помогать. И за счет этого ты можешь расти. Делая других счастливее, помогая окружению, ты растешь. И этот рост пропорциональен твоей ответственности. За слова, которые ты несешь. За действия, которые ты делаешь. За ценность, которую ты вкладываешь в свое будущее и в будущее своих детей. Буквально вот простые, да? Простые фразы могут сразу ответить нам на вопрос Зачем нам все веет? Зачем нам иметь признание? Зачем нам чувствовать удовольствие? Для чего нам становиться счастливее? Вот и все. Итак, мы подбили цепочку. В результате которой выяснилось, что Чтобы понять, зачем нам нужно добиться нашей цели Нужно задать эти вопросы. Нужно несколько раз выяснить источник, исходник всех наших целей. Что стоит в самых-самых-самых истоках. Возможно, сейчас это будет просто кому-то непонятно. Но уверен, что у каждого свой путь, и каждый это поймет, возможно, позже. Самое важное, точнее, не самое важное, а весь смысл бытия, Весь смысл бытия каждого человека. Самое-самое-самое, если просто не залезть в ответ на наш вопрос, зачем пять раз десять, А еще глубже, то есть запласт вообще, то, что мы можем осознавать. Вот туда зайти, и ответ придет, что самый важный. То есть мы все стремимся к единству. К единству наши души, наши сердца. Все стремятся к единству с Творцом. К единству с окружающим нас миром. К чувству глобального единства. Потому что мы пришли оттуда, и мы туда уйдем. И всю жизнь мы пытаемся взращивать в себе это чувство единства Через окружающих и через то, что мы несем в свет. Какое послание вы несете в свет? Что вы своими действиями хотите показать этому миру? Каких результатов добиться, если выйти за все эти рамки, мы поймем, что самое важное, мы даже, может, и не поймем, это, как знаете, гусеницы и бабочка. Чтобы стать... Когда она гусеницей, она растет для того, чтобы стать бабочкой. То есть переродиться. Пройти вот это вот преобразование. Измениться изнутри. Встать, вспорхнуть и улететь. Наша высшая яд всегда стремится к объединиться с еще большим. Объятнее, необъятное. Чтобы... Для того, чтобы быть там. Чтобы чувствовать себя максимально единым с тем, что тебя окружает. А вот и все. Короче, друзья, максимально заряжайтесь. Неудушевляйтесь. Отдыхайте. Творите. Создавайте. И готовьтесь к новому году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...